Лучшее в стране Здравствуйте, друзья! 14 часов 4 минуты московское время. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Юлия Егорова, Роман Шахов и бессменный лидер, руководитель, вокалист и автор песен команды Мона Лиза Елизавета Костягина. Бессмертный лидер. Бессмертный, конечно. Привет. Привет, привет. Мы очень рады тебя видеть в нашей студии. И, наверное, начнем наш разговор с поздравлением. В этом году вашему коллективу исполняется 10 лет. Первый крутейший юбилей, который вы отмечаете в серии сольных концертов в обеих столицах России. Да, мы как раз отметили только что в Санкт-Петербурге день рождения. В общем-то, достаточно грандиозно, весело, торжественно. В общем-то, довольны, как прошло мероприятие. Как все прошло? 26 ноября, да, вы зажигали? 26 ноября, да. Наши любимые площадки в клубе «Джаггер». Мы традиционно там делаем раз, ну, минимум раз в год мы... Не раз в 10 лет. Да. Минимум раз в 10 лет мы собираемся с друзьями, да, и ходим. «Джаггер». И, в принципе, хочу сказать спасибо всем, кто пришел нас поздравить, разделить этот праздник с нами, потому что для меня важно как раз то, что люди, которые уже много лет не бывали у нас на концерте, они все равно там, наверное, осознали, что это важное событие. Да, и, смотри, пришли все равно. Мне кажется, для артиста самое главное самому осознать, что его... Не получается самому осознать до конца. Потому что, да, вот со стороны вроде бы слышишь, что как, 10 лет, а, в общем-то, мне даже в голову не приходит, что на самом деле, если посчитать, что такое год, и что таких, не побоюсь этого слова, годов прошло ровно 10 раз. То есть это достаточно такой, наверное, серьезный срок для вот этих всех музыкальных развитий и переживаний. Ну, как ты где-то сказала вот в одном из своих интервью, очень, мне кажется, метко, что главное пережить первые 10 лет. Да, я очень надеюсь, что теперь станет, что немного легче теперь станет. Неужели так сложно создавать свою музыку? Как было-то? Дело в том, что это был как совет именно начинающим каким-то музыкантам, потому что... Вот это мы любим очень, да. Потому что многие люди просто ломаются на этом этапе, который там до 5 лет, до 10 лет. Ну, просто не получается что-то, руки опускаются, и человек перестает заниматься этим. И я знаю очень много талантливых музыкантов, вокалистов, которые в результате занимаются теперь, там, допустим, проведением праздников, там, свадеб. Свернули, в общем. Свернули. Смежные профессии ушли, да. То есть не хватает настойчивости, ты считаешь? А, вот не хватает выдержки, да, десятилетиями, мне кажется. А вот сейчас или 10 лет назад стать известной командой проще или сложнее? Как ты оценишь? Сейчас, наверное, ввиду все-таки развития всех технологий, да, компьютеров, наверное, легче. Но и утрачена, скажем, вот эта атмосфера дистанции с артистом, да. Это самопытность, да, некая? Да, то есть можно сейчас в любого натыкать ВКонтакте, написать ему какую-нибудь гадость. В общем-то, если у тебя... Почему гадость сразу? Ну, бывает, что... Бывает и такое, что приходят неадекватные сообщения. А раньше человек мог увидеть артист только по телевизору, там, услышать по радиостанции. На фестиваль приехать, да. С другой стороны, обратная связь лучше. Понимаешь, ты можешь обратиться к фанатам и сказать, «Ребята, собираюсь пластинку выпустить. Что в нее, какие песенки взять?» А надо ли это вообще артисту? Ну, тут все вопрос такого статуса, все так относительно. И раньше было, допустим, сложнее стать, может быть, известным, но стать востребованным было проще. Сейчас легче стать известным, да, чтобы зритель узнал о тебе. Но сложнее стать востребованным, потому что все это можно посмотреть. Быть нужным. И все это можно получить. И всю жизнь на виду. Да, все это можно получить в сети. Ну, у тебя отличная самооценка, я это заметила, и это правильно. Где-то ты сказала, что не любим мы критику, потому что у нас идеальный коллектив, все у нас круто, поэтому обсуждайте сколько хотите, мы знаем, что он самый крутой. Друзья, и этот идеальный коллектив не так давно выступил в Петербурге, а очень-очень скоро выступит в Москве. Об этом мы поговорим, так что оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна ФМ». Мы вернемся. У нас сейчас очень интересный трек, под который можно посидеть, подумать или потанцевать. Кому что ближе. Сегодня у нас в гостях лидер группы «Мона Лиза» Елизавета Костягина. Коллективу исполнилось 10 лет в этом году, и вот мы обсуждаем прошедшие концерты, грядущие завтра. Ну, вот коллективу как раз в данный момент все еще исполняется медленно, да. То есть мы надеемся, что это празднование перетечет в тур какой-то весной, которая будет выходить под игру. А, еще рано, да? Давайте вот что. Давайте скажем, что завтра где в Москве будет концерт. Завтра у нас замечательный, надеюсь, концерт в клубе «Гоголь». Так. Город Москва. В 18.00. А, да, что очень важно, это начало у нас состоится в 18 немножко. Мы решили, ну, раньше сядем, раньше выйдем. Ну, чтобы еще вечер, суббота. В плане, чтобы больше времени, допустим, на продолжение банкета. Да, на продолжение. Можно побольше посидеть, пообщаться. А, кстати, бывает такое, что есть продолжение банкета с поклонниками, как-то, что вы вместе, вы близки? Да, очень часто бывает. Ну, с кем-то, да. Да, то есть есть такой вот какой-то сплоченный фан-клуб, с которым можно там как-то и затусить. Мы где-то можем сходить и поужинать, там, перед отъездом, если у нас время есть. То есть, скажи, пожалуйста, что люди услышат прежде всего, да? Музыканты, поклонники, монолизы. Роман у нас любит конкретику. Вот прям вот все, что будет завтра. The best, Лиза, да? Или что-то новенькое? Поделись. Во-первых, мы написали, исполнили новую песню. Соответственно, премьера состоялась у нас в Санкт-Петербурге. Впервые прозвучала эта песня, которая была записана, ну вот прямо, вернее, не записана, а дописана, ну вот мне не дадут соврать ни Марина, ни ребят, она была дописана, наверное, в ночь, там, перед концертом. Прям свежак-свежак. Прям, да, вот я говорю, из-под ножа. А бывает, да, такое, что некоторые песни пишешь-пишешь-пишешь годами, а потом резко... Бывает, пишешь-пишешь, и пока не дашь себе задания, что вот к завтрашнему дню нужно все-таки закончить, наконец-то приходят какие-то нормальные, адекватные мысли, и уже становится понятно, что можно презентовать песню. Но были такие случаи, когда мне приходилось даже какие-то строчки там мычать, они были не дописаны. Но в этот раз, слава богу, все произошло вовремя, так как нужно, и было видно, что песня переживается впервые, в общем-то эти эмоции сложно подстроить как-то или... То есть новинка будет, и будут уже известные песни? Да, будет эта песня, еще раз мы ее сыграем. Как называется, как не сказали? Пока нет названия, и все ее называют по-разному. И мне очень приятно, что многим слушателям она понравилась, мне пишут и личные сообщения, и в группе у нас пишут, и многие спрашивают, вот мы услышали, где ее можно найти. Так нигде ее пока нельзя найти, потому что... То есть ее записи нет? Записи нет, но у нас есть лайв, ну, с видео, и мы, возможно, ее выложим чуть позже в группе. Ну, надо завтра приходить просто на концерт и слушать вживую. И мы завтра запишем, если получится лучше, то этот вариант выложим. Подождите-ка, то есть вы завтра будете писать и аудио, и видео дорожки? Нет, а видео будет, наверное, просто там с аппарата, либо, да, с телефона. Итак, еще раз, значит, завтра в 18 часов клуб «Гоголь». Завтра в 18 обязательно приходите. Ну, кстати, вот что касается твоих песен, много ли песен вообще в принципе, как говорится, в столе, которые вот ждут своей очереди... Которые не дописаны? Чуть ли не по 10 лет. Много есть. В одной песне есть, допустим, припев, в другой песне есть куплет, а в другой песне есть две строчки, допустим, больше ничего. У какой-то песни есть просто идея. А почему так? Ты, то есть, получается, жуткий перфекционист, то есть если вот хоть капельку не нравится, никому не покажу, не дам послушать. Ну, просто бывает такое, что вот не хватает в песне чего-то, там, нескольких строк, и она мне надоедает, я устаю ее дописывать, и откладываю, пока мне опять не придет какая-то мысль, ну, скажем, до лучших времен, получается, в стол. Могу даже на самом деле забыть про нее. Я не могу не спросить, мы любим этот вопрос, да, Роман? Как приходит вдохновение? При каких условиях идеально пишутся песни? Надо ли обязательно быть в Питере, скажи, вот в этом городе? Надо ли обязательно страдать или любить? Нужно иметь возможность находиться одному обязательно, чтобы не было ни друзей, ни врагов, чтобы эмоции не переключаться на какие-то посторонние, скажем... Не отвлекал, чтобы ничего... Да, нужно... Я иногда думаю, что вот, сейчас я приду, сейчас я возьму гитару, мне вот, я помню, что мне нужно доделать, у меня вроде есть настроение, но какой-то происходит щелчок, какое-то звонок, какое-то сообщение, все. Все, я направлена, мои мысли направлены в другую сторону, и это может теперь ко мне вернуться только через, там, 2-3 недели. По ночам пишешь? Как вы пишете? Бывает по ночам, да, бывает. Все-таки время потише такое. Да, потише, и никто точно. Друзья, мы сделаем небольшую паузу, после которой с Елизаветой продолжим общаться. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Здесь телерадиоканал «Страна.ФМ». Вы смотрите, слушаете хорошую музыку, и мы сегодня общаемся с хорошим человеком. Да что там, с прекрасным человеком, и замечательным музыкантом Елизавета Костягина, основатель и бессменный руководитель команды «Мона Лиза», которая в этом году отмечает свое десятилетие. И мы поздравляем Лизу с этим событием. Спасибо. Лиза, очень хочется узнать поподробнее о том, как ты живешь, чем ты занимаешься в свободное от написания песен время. Я знаю, что очень много спорта в жизни. Живу я нормально, спасибо. Значит, да, я занимаюсь бадминтоном с детства. Меня когда-то отдали, забрали из секции хореографии и благополучно переместили сначала в легкую атлетику, а затем все это переросло в бадминтон. Я сделал осознанный такой выбор. Мне нужно было выбрать бадминтон или легкая атлетика, и я убежала в бадминтон. А танцы вообще как-то, да? Вообще, мне кажется, это завуалированное такое было изгнание меня. То есть сказали, там, лучше вам уйти, отдать дочь лучше куда-то там, более активные, значит, какие-то игры или виды спорта. Туда, где больше спорта. Да, ну, в общем, я плохо себя вела, видимо. Там же нужна какая-то статика, выдержка. А родители хотели, да, сделать? Мама, да, у меня занималась балетом. В общем-то, и хотела, чтобы я по ее стопам в пуантах. Видимо, мама, ну, никак не ожидала, что дочка станет рок-музыкантом. Я думаю, что никак. Что, кстати, мама говорит по поводу песен, по поводу творчества? Маме нравится очень, они всегда... Какая у нее любимая песня, знаешь ли ты? Нет. Нет. Вот сегодня спроси обязательно. Хорошо. А что касается бадминтона, это такой не самый, мне кажется, популярный, распиаренный вид спорта. Да, интересно. Соглашусь, да. Вот как раз в России он сейчас только набирает обороты. И я со своей стороны тоже делаю все для того, чтобы популяризовать как-то этот вид спорта. Конечно, в основном большее развитие этот вид спорта получил в Азии. Впереди всех это китайцы, вьетнамцы, тайцы, японцы. У них теплее, наверное, только поэтому. Да, и в принципе из Европы это Дания, Германия. И есть у нас одна замечательная пара, которым удалось выиграть и альтернативный чемпионат мира. Это Сазонов, Иванов. Они, по-моему, из Екатеринбурга приехали. А у тебя тоже есть какой-то разряд? У меня есть разряд, но с разрядами сейчас очень такая... Напряженочка в стране? Напряженочка, там все слетает через два года, его нужно постоянно подтверждать. То есть, в общем-то, это формализм. То есть нужно собрать кучу бумажек, чтобы... То есть человек может быть гораздо квалифицированнее, сильнее, но просто не иметь этой бумажки. И наоборот, можно за счет количества этих бумажек, в общем-то... В общем, все это спортивная крючка творчества. Да, во всем мире этих разрядов уже давно нет. Есть только титулы. Есть титулы, там чемпион мира, там еще что-то. Королева бадминтона, в общем, будем называть тебя, Лиза. У меня есть этот формальный первый разряд, но у меня были цели подтвердить кандидата в мастера спорта, но пока вот как-то все не успеет. Приходится некоторые соревнования, турниры пропускать. Они нужны как раз для количества, чтобы набрать эти... Пока ты не занимаешься плотно бадминтоном, пока у тебя больше времени. Уже пока. Музыки, музыки, да, может быть. Расскажешь, что же за тур? Ты так немножко обмолвилась. Какой тур ждет Монолизу? Что же за тур? За тур, слово такое интересное, за тур. По каким городам? Я думаю, что мы планируем наши такие традиционные места. Какие они? Куда пытаемся, куда стараемся выехать ежегодно. Это Екатеринбург, Пермь, Новосибирск. В этом году мы были в Кемерово первый раз. Как там публика, кстати? Насколько от Питерска отличается и чем? Очень теплая. Ну, все-таки москвичи и Питерс, они немножечко, конечно, избалованным вниманием и периодичностью этих концертов. Ну, где-то ты сказала, что вы уже везде были, разве только в Нью-Йорке? А в Норильске была, кстати? В Норильске я не была. Это очень дорогие все переезды, конечно, очень большие расходы для организаторов. И степень популярности, конечно, таких коллективов там минимальна. Сейчас там появилось наше радио. Может быть, оно-то появилось, а мы оттуда исчезли. Поэтому, опять же, не получается донести до слушателя Норильского наш материал. Дорогие друзья, если вы смотрите, слушаете телерадиоканал «Страна.ФМ» в Норильске, зазывайте к себе в гости Моно Лизу. И я думаю, что Елизавета непременно откликнется, да? Конечно. А я почему-то уверена, что нас сейчас смотрят и в Нью-Йорке. Я вот слышала о твоем желании побывать там. С удовольствием. Лучшее в стране Дорогие друзья, Елизавета Костягина, лидер команды «Моно Лиза», сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Наши гости в программе «Лучшее в стране». И мы посмотрели только что одну очень мною любимую песню и один из очень душевных клипов. Клип, который сделала Лиза совместно с Владимиром Владимировичем Шахриным. Это «Линии». Да, мне хотелось бы начать с того, что сегодня 1 декабря. И сегодня день борьбы всемирный, по-моему, день борьбы со «Страна». Да, говорили мы уже об этом в эфире немножечко. Как раз «Линии» — это был такой масштабный проект. 12-й год. Одноименный, то есть он вырос из песни «Линии», которую мы исполнили с Владимиром Шахриным. И, в принципе, это все было такое одновременно. Это был проект. Акция «Анти-Страна», да? Да, «Анти-ВИЧ». Значит, мы записали песню, сняли клип. Сразу все это одновременно презентовалось, выходило. И несло именно характер борьбы с ВИЧ. То есть мы активно об этом говорили. Это был лишний повод рассказать молодым людям, прежде всего, как избежать. Потому что главное в борьбе с ВИЧ — это профилактика. То есть многие просто не знают в школе, что чего-то там делать нельзя. Приезжают в институт без родителей, в городах, и начинается потом. Но, опять же, бережное отношение к себе и, самое главное, к окружающим. Вот о чем не надо забывать. Но история была в 2012 году. Да, Лиза? Да, в 2012. Не пора ли обновить и создать уже свеженький дуэтик? Не свеженький, Владимир Шахарин. То есть тем же самым. Будут ли еще дуэты, скажи, пожалуйста. Ну вот недавно мы записали песню «Жуть». «Жуть» мы записали со Светой Сургановой как раз. Это один из наших свежих дуэтов на стихи «Кот Басё». Это есть такая замечательная, замечательная поэт. Поэтессы почему-то поэты не любят слово. «Из-за края Снодара». Светлана Лаврентьева. Тебе можно прислать стихи? Нет, прислать нельзя ничего. Это я случайно сама где-то в интернете увидела, наверное, где-то в группе или в сообществе у Светланы. В принципе, мне нравятся ее стихи. Что касается Светланы Сургановой, она подруга твоя, и, насколько я знаю, в принципе, крестная мама твоего творчества. Можно так громко? Да, наверное, можно, не знаю, понравится это или нет, но для меня это, скорее всего, таким и является, потому что именно с ее легкой руки когда-то я начала заниматься музыкой, потому что она мне сказала, что песнь, тебе обязательно нужно этим заниматься. Слушайте, в каких это было обстоятельствах? Расскажи, если... Вот если честно, просто мне не нравится, что... Так, у нас идут трансляции в Инстаграме. Да, всем привет. У нас трансляции в Инстаграме. Ну, я сейчас попробую воспроизвести это подробно, но у меня память тоже не вечная. Ну, такое не забыть, я думаю. Ну, вот оно все время оформляется по-новому. Значит, Света почему-то решила, что я, значит, пишу песни, собственно, какие-то свои песни. В каком году это было? Я думаю, что это был 2006 год. Я говорю, да ничего я не пишу, нет у меня никаких песен. И, значит, я говорила это в течение, ну, там, многих месяцев, наверное, что я не пишу. Вы как познакомились-то вообще? А вы дружили уже до этого? Так, у вас столько вообще вопросов, и я не знаю, с чего начать. Ну, нет, мы еще... Да, мы уже были знакомы, но познакомились с ним тоже странно. Я шла... Ну, у нас есть салон красоты, это семейный бизнес. Он находится на Чернышевской станции метро. И Света у нее на Кулергарской там квартира, где она проживала в то время с мамой. Она шла просто по улице, я вышла разговаривать с работой, разговариваю по телефону, смотрю, идет Светлана Сурганова. Конечно, я знала ее в лицо. Что мне делать, значит, мне нужно было и закончить разговор. Я посмотрела, куда Света зайдет, подождала ее, она вышла из магазина. Я говорю, Светлана, здравствуйте, приходите к нам в салон красоты. Дала ей там визиточку, пригласила. Она сказала, ну, непременно, хорошо, спасибо. Мы обменялись контактами, и все, как-то вот начали переписываться. Потом пригласили ее в салон, там делали периодически какие-то с ней эксперименты с внешним видом. Вот так как-то и повелось. А затем вот она почему-то решила, что у меня есть свои песни, и мы поспорили на что-то там, какой-то элементарный был спор. Но, в общем, если я проигрываю, а я была уверена, что я не проиграю, то я должна была спеть ту песню. И когда я проиграла, что вообще было для меня неожиданно, мне пришлось написать песню. Она называлась в последний раз. Света, большое спасибо, Света. Меня заставили написать песню. Когда она ее услышала, она сказала, тебе обязательно нужно продолжать. Спасибо, спасибо. Мы продолжим очень скоро, друзья, общаться здесь с Елизаветой Костягиной. Оставайтесь в компании Страны.ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья. Если вы только что присоединились, это телерадиоканал Страны.ФМ. Программа «Лучшие в стране». И вот сейчас вы нас смотрите, а завтра отправляйтесь в Гоголь-клуб. Там будет роскошный концерт команды «Мона Лиза», которая отмечает свое десятилетие. Начало в шесть вечера. Сегодня у нас в гостях Елизавета Костягина, руководитель этого коллектива, вокалистка. Ну, слушай, ну а как? Дирижер. Дирижер. Между прочим, большая ли команда? Расскажи вот об этом. Нет команды достаточно. Ну, сколько нас? Сколько нас? От четырех до шести. Восемь человек. Ну, вот на самом деле, на сцене в клубе «Джаггер» у нас было какое-то время, одновременно, получалось, наверное, человек восемь. У нас был ситар живой. Это как раз Елизавета Кучерова, которая принимала участие в записи «Линии». Наверное, вы слышали там такой индийский инструмент? Да-да-да. Вы даже видели его в клипе. Вот мы ее пригласили на концерт, она прям играла там в этих линиях. Затем приходила Маша Савкина, может быть, тоже знаете, она является аранжировщиком скрипичных всех струнных аранжировок Света Сургановой. Тоже там какие-то совместные у них работы есть. Пришел наш Артем Комиссаров, клавишник, бессменный, бессмертный. Да, потому что последний год мы уже работали таким составом больше ритм-секции, то есть бас, гитара, без клавиш. В общем, клавиш у нас с плейбэка шли. Да, а здесь, в общем-то, пришел Артем, и нас было много. В этот раз нас тоже будет немножко, скорее всего, больше, чем обычно. Как где-то я прочитала, ты пишешь, нас четыре мясоеда и один вегетарианец. От этого вообще никуда не уйти, потому что в прошлый раз, ну, в первом составе у меня было... Был Дима Пивень, барабанщик, он сейчас в Ростове живет. Но он мало того, что вегетарианец, он, по-моему, еще и сыроед. То есть ему постоянно нам нужно было где-то искать траву, орехи, фрукты. Размачивать гречку приходилось. А это проблема, да, когда куда-нибудь на гастрюме приезжаешь, в маленький городок. Да, и он приезжает, говорит, ну, что тебе сорвать с окрода, я не знаю. Рейд мне принесите, да. И второй был, и гитарист был вегетарианцем. Сейчас состав сменился, пришел бас-гитарист, теперь он вегетарианец. А ты? Я нет. Ты не экспериментировала никогда с вот этими вот... Да нет, просто бывают периоды, там, допустим, если я в Индию уже там слишком жарко, тогда бывает, что вроде не хочется тебе ничего такого тяжелого. Вот, кстати, про Индию. Часто ты упоминаешь эту страну в своих интервью. Она что-то особенное для тебя значит? Ну, она для меня значит, во-первых, то, что меня позвали туда когда-то, мои норильские друзья, наверное, уже лет 8 назад. Зачем? Ну, новогодние каникулы. А, в смысле, поотдохнуть? Да, да. Ну, просто Роман уже нафантазировал себе что-то особенно, знаешь, там... Может быть, клипсы. Йога-тур там нет, у меня такого не бывает. Да, экстра-поспросветление. Я никуда там не транс-панируюсь. Просто, да, мы собираемся ежегодно, кто на месяц, кто на два, у кого какие возможности там по работе, да. Собираемся в одном месте, селимся там где-то недалеко друг от друга и отдыхаем, ездим по побережью, там, как-то вот. Вечером поете песни под гитару. Не дай бог. В 2012 году мы как раз ездили на фестиваль всей группой. То есть я была там в любом случае, ребята остальные приехали, и мы принимали участие в индийском фестивале, он назывался Great Life Music. Там Глеб Самойлов выступал, и Маша Медведи, и были джазовые всемирно известные музыканты. Мы, в общем, провели здоровое время, и как раз сняли там клип «Космос» все вместе, и если вы его поставите или как-нибудь найдете, и посмотрите, видите, как все было красиво. Спасибо, это было действительно космически. Дорогие друзья, я надеюсь, что у вас будет завтра возможность оказаться в Гоголь-клубе, и у вас, наверное, появится возможность также взять автограф у Елизаветы. Обязательно, да, мы после концерта всегда выходим, общаемся, раздаем все, что нужно. А в соцсетях, скажи, пожалуйста, где можно написать именно тебе? Вот в Инстаграме, в группе ВКонтакте? В Инстаграме можно, в Директе писать, можно, факт, что я там ее вижу, конечно, можно ВКонтакте написать. Не, я так понимаю, что везде можно написать, но главное не отправлять Елизавете свои стихи. Вот этого своего достаточно. Ну, это не то, чтобы не отправлять, но просто не нужно обижаться, что я на них не реагирую. Я, во-первых, очень не разбираюсь в поэзии, скажем так. Да ладно, у меня всегда в чем-то ассоциируются рок-музыканты, особенно девушки в рок-музыке, вот с поэзией, с Цветаева, Ахмата, что вы их наизусть цитируете. Классику, да, но вот когда я вижу что-то новое, вот очень сложно меня задеть, и главное, очень сложно мне дочитать до конца. Давай так, твой любимый поэт. Маяковский, наверное. Маяковский, Владимир Владимирович, круто, все. Еще. Друзья, очень скоро мы вернемся к разговору, оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна-ФМ». Первый день зимы у нас Елизавета Костягина на телерадиоканале «Страна-ФМ», и только что мы посмотрели очень красивый клип, который Лиза сделала совместно со Светой Сургановой. Со своей трёхной музыкальной мамочкой, да, Светланы Сургановой. Узнала бы, как мы ее уже. Я думаю, ее приятно. А вы же живете где-то неподалеку друг от друга, да? Да, мы живем там буквально, если это на машине, то это две минуты проехать. То есть это в Севоложск, в принципе. Вот. Когда-то, да, я Свете показала эту местность, и... Что там хорошего? Несколько слов похвалишь. Воздух, сосны, ели, пили. В общем-то и все. Можно вас с утра пораньше встретить со Светланой и со скандинавскими палочками? Мне кажется, Свету можно, а со мной, конечно, сложнее. Я скорее поеду там в бадминтон поиграю. А это закрытые помещения, как правило. Все-таки ветер, прохладно. Да. Профессионально занимаются бадминтоном в закрытом помещении. Давай быстренько поиграем. Каратенечко, у нас есть несколько минуточек. Да, тебе нужно быстро продолжить фразу, не задумываясь над своим ответом. Я горжусь собой когда? Просыпаюсь рано. Если бы я была поваром, я бы... Не готовила. Когда у меня хорошее настроение, я... Пою. Не пою. Я даже не знаю, что сказать. Когда у меня хорошее настроение, ну просто всем вокруг становится легче жить. Если мне предложат когда-нибудь слетать в космос... Не. Не я. Друзья в шутку называют меня... Сталин. Мое любимое занятие по хозяйству. Сталин. Прикольно. По хозяйству нет. У меня любимых занятий по хозяйству нет. Сейчас в моей сумке лежит... Зарядка мобильная. В какую историческую эпоху... Серебряный. О, как. Где хочешь встретить старость? В Индии, может быть. Что заставит тебя сильно-сильно покраснеть? Ну, какие-то бывают вещи, за которыми мне неудобно, но сейчас не могу их вспомнить. Их мало, наверное. Не надо. Все. Окей. К чему снится человек-паук? Алис. Ой, мне часто такое снится, всякие такие гадости, только без приставки человек. Просто паук. К чему? Не знаю. Наверное, какие-то страхи. А вот, кстати, веришь в подобные вещи? В сны? Ну, вот сегодня мне приснилось, что я не спела, допустим, половину концерта. Забыла последние 10 песен. Белый лист включился, да? Ну, просто я ушла на какую-то песню, а у меня еще стало штук 8, самые основные. Все. И я сижу за кулисами, плачу, говорю, Марина, как так? Почему мне никто не сказал, что я не спела все песни? Вова, а ты куда смотрел звук? Говоришь, как вы могли такое допустить? И все, я прям, мне кажется, в слезах проснулась от того, что у меня вот эта вот паника. Это в тебе проснулся сначала перфекционист, а потом уже ты проснулась. Как можно 8 песен взять и не спеть? Ну, волнуешься перед концертом? Ну, видимо, да. Так вроде бы нет, но во сне получается, да. А есть у тебя какие-то, у тебя, у твоей команды какие-то необходимые ритуалы перед концертом, без которых вот на сцену никак? Ну, без голоса не получается выйти, точно. Не знаю, наверное, самое главное настроение, настрой, сфера. Ну, мы желаем тебе завтра прекрасного концерта. Спасибо большое. Не сомневаемся, что так и будет. И есть ли какие-то у тебя новогодние, может быть, приметы, вот в это что-нибудь веришь? Как Новый год, кстати, любишь встречать? Ведь уже декабрь. Ну, еще не решили мы по поводу каких-то концертных мероприятий. Ну, может быть, в домашней обстановке хотелось бы. А будет ли оливье, селедка по шубе? Обязательно. Очень вкусное оливье мама моя делает. Я прямо вот тазиками тревляю. То есть в семье у тебя главный повар – это мама. Мама, да. Спасибо огромное, что ты сегодня пришла к нам на эфир. Мы желаем завтра крутейшего концерта в «Гоголь-клубе». Все состоится ровно в 18 часов. У поклонников твоего творчества будет время после этого еще и потусить с тобой. Ждем новые песни, ждем МП-3 на десятилетие, может быть. Почему нет, в следующем году, да? Сингл, да, выпустим. Ждем новые дуэты, ждем новые клипы. Спасибо. И всегда рада тебя видеть в нашей студии. Елизавета Костягина, Мона Лиза, друзья, только что здесь вот на телерадиоканале «Страна ФМ». До новых встреч. Пока. Пока-пока.